Антон, здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут перепады напряжения, выключился свет, поэтому будут полумраки. Значит, дорогие мои друзья, могу сказать, обращаясь сейчас к тем россиянам, которые нас слышат. Путин ведет Россию к пропасти, он уже ее к ней привел. Он развязал Третью мировую войну. Весь цивилизованный мир объединился против Российской Федерации и Путина. Не против русского народа, а против Путина. Путин хочет окружить Киев, увидеть полную сдачу бегства президента всей власти и быть таким себе победителем для того, чтобы продлить свое существование. Этого не было, этого не будет. Украина сопротивляется. На сегодняшний день, по подсчетам нашего генерального штаба, погибло уже 11 тысяч россиян. 11 тысяч – это больше, чем погибло за две чеченские войны за 13 лет. Мы перемалываем сейчас российскую армию. По данным наших аналитиков, мы примерно на 30% уничтожили боеспособность российской армии. Я публикую сотни видео с сдающимися в плен российскими солдатами. Они не хотят воевать против Украины. Их всех обманули. Им рассказывали на учениях и подняли по тревоге 24 февраля, что просто это очередные учения. Их обманом затащили на тему, где мы их будем убивать, потому что они оккупанты. В Афганистане за 10 лет Советский Союз потерял 13 с половиной тысяч на человек погибших. В Украине уже за 11 дней 11 тысяч. Если вы, россияне, не остановите Путина, у вас процесс увядания распада Российской Федерации. У вас будет Северная Корея. Поэтому поднимайтесь и останавливайте Путина. Не страшно, что вас посадят по тюрьмам. Страшно, что ваши сыновья, ваши близкие будут погибать дальше в Украине. Если это не остановится, в Украине погибнут сотни тысяч русских. Антон Юрьевич, здравствуйте. В Чечне покажется просто легкая прогулка. Есть у нас к вам вопросы, как к человеку, который там прямо сейчас находится, в эпицентре событий. Все происходит на ваших глазах. Хотим у вас спросить, потому что до нас доходит обрывочная информация. И довольно тяжело понять, что правда, а что нет. Что сейчас происходит в Киеве, что сейчас происходит в Украине в последние дни. Стало ли больше наступать Россия. Николаев, Мариуполь, очень интересно, что сейчас происходит. Значит, рассказываю. Смотрите, россияне, точнее российско-фашистские войска, я так скажу, с первых дней начали бомбить наши города. Огромное количество украинцев уже выехало из Киева, Харькова, Мариуполя, других крупных городов на запад страны. И около миллиона человек уже находятся в Европейском Союзе. Это в основном женщины и дети. Это огромнейший гуманитарный кризис. Значит, в городах остались те, кто будут защищать до последней капли крови, до последнего патрона наших городов. Если раньше к России было хорошее отношение таких украинских политиков, как Михаил Добкин, или Мураев, или Нестер Шуфрич, то теперь в Украине даже те политики, которые были пророссийскими, ненавидят Россию. Но тот же Михаил Добкин, известный своими пророссийскими взглядами, вступил в территориальную оборону Харькова. А Нестер Шуфрич, известный в Российской Федерации, голосовал лично за конфискацию всей российской собственности в Украине. С предателями у нас сейчас обходится очень жестоко. Недавно был расстрелян по-российски настроенный глава Кременецкого объединенной территориальной громады Владимир Струк. Приехали какие-то люди, просто выволокли его издом и расстреляли. Потому что была информация, думаю, небезосновательная, что он вел переговоры о приеме с распростертыми объятиями русских. Поэтому предателей будут уничтожать или арестовывать. Значит, никаких про России в Украине нет. Теперь на всей оккупированной территории, вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале вообще, идут огромные митинги в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, оккупированных временах, Энергодаре, поселках Чаплинге. Выходят люди с украинскими флагами, стреляют российские солдаты в воздух, бросают гранаты с ледочным газом. Люди не расходятся. Никто русских не ждет. И русские солдаты и офицеры это видят. Они себя чувствуют оккупантами. Я публикую сейчас очень много аудиозаписей, перехватов, разговоров российских оккупантов, солдат, когда они звонят домой своим женам, своим детям, своим родителям. Возьмите эти записи. Я вам сброшу, Георгий, сегодня. Ставьте у себя в эфире. Это брошенные, несчастные люди, которых обманули, которые не хотят воевать, которые живы только потому, что до них еще не добрались украинские солдаты. Друзья, которых уже погибли, превратились в пепел. Остановите это безумие. Остановите Путина. Потому что дальше, еще раз повторю, Украина не сдастся. Это не маленькая Чечня, которую 15 лет не могли покорить. Это огромная страна, которая сейчас пылает ненавистью. Ненавистью ко всему русскому. У нас, извините, просто люди, трактористы берут в руки виллы, берут в руки коктейли Молотова. И зажигают танки, зажигают БТР. Посмотрите видео. Огромнейшее количество российской военной техники сейчас захвачено вооруженными силами Украины. И сейчас будет повернуто против российских оккупантов. При этом с нами Запад. Нам поставляют десятки тысяч гранатометов, тысячи стингеров. Мы будем дальше воевать. Нам не хватает одного. Чтобы Запад или дал нам серьезные системы ПВО, или же закрыл нам небо. Я не верю, честно говоря, в закрытие неба силами, так сказать, американских, британских или натовских пилотов. Но в предоставление нам более серьезных систем ПВО, чем стингер, я верю. Еще несколько дней таких бомбежек городов. Так будет. Дальше. Русские. Теперь слово фашисты. У нас это синоним. Значит, прямо сейчас сотни людей находятся на территории Гастомеля, Бучи, Макарова, это Киевская область, запертые под завалами бетонных обломков. Уже второй день. Дома были обвалены из-за бомбардировок русских. Просто обвалены, превратились в пепел, в груды руин. Люди из-под руин звонят, пишут смс, просят их спасти. Российские фашисты не пускают туда службу по чрезвычайным ситуациям. Люди находятся там в подвалах, раненые, без воды, без еды, без лекарств. Они просто там умирают. И российские фашисты, подчеркиваю, не пускают службу по чрезвычайным ситуациям нашу, чтобы она вытащилась под завалов людей. Это настоящий фашизм, нацизм в самой высокой степени проявления. Об этом еще будут писаться книги, об этом будут создаваться киношедевры. Россия путинская покрылась невыдаемым позором, как покрыл себя Гитлер и нацистская Германия на ближайшие сто лет. Поэтому останавливайте Путин. А теперь дальше. Самое основное направление сейчас в приложении усилий у Путина это Мариуполь. Под Киевом и под Харьковом дали зубы, если не сказать другим более понятным российским словом. Окружение ни Киева, ни Харькова не получилось. Сейчас получилось единственное серьезнейшее окружение, это города Мариуполь. В Мариуполе сражается полк Азов, сражается бригада морской приход, сражается территориальная оборона. В Мариуполе 200 тысяч человек сейчас сидит по подвалам. Четвертый день ведутся переговоры про так называемый гуманитарный коридор. Русские заявляют словами Скобеевых и прочих там подонков, что типа мы за, но только нацисты не выпускают людей из Мариуполя. Это все вранье. Русские постоянно 5 дней без силы уже 6 дней обстреливают Мариуполь каждый день. Никакой гуманитарный коридор невозможен, когда идет обстрел из орудий миноветов. Они хотят, чтобы Мариуполь сдался, они хотят его окружить, чтобы упал моральный дух Украины. Значит, Мариуполь будет сражаться столько месяцев, сколько нужно. Сирийский Алеппо держался год, Мариуполь будет держаться столько, сколько нужно. Но подонки, дайте вывести мирных граждан. Вчера в Мариуполе в результате артиллерийского обстрела погиб 18-месячный малыш. Его фотографии обошли весь мир. У нас уже погибло больше 30 детей. Эти фотографии публикует жена нашего президента Елена Зеленская. Я понимаю, что там опустили железный занавес над Российской Федерацией, отключили Твиттер, Фейсбук, все равно это будет все доходить. Мы сбиваем путинских асов-пилотов, которые бомбили раньше Сирию, фотографировались с Путиным и Сассиным. У нас уже в плену до 10 пилотов. И мы их будем показывать. И вы их в России увидите. Эти люди будут отвечать по всей строгости закона за бомбежки. Только в Чернигове несколько дней назад погибло 47 человек, 47 человек мирных граждан от бомбежки мирного квартала. Представьте себе Москву или Петербург, обычные районы, 9-12 этажные, куда летят полутонные бомбы, которые разрывают людей на кусочки. Это обыкновенный фашизм. Антон Ильич, мы тут согласны с вами, что делает Путин, это фашизм. Просто я хочу сказать вам, что прежде чем... У Георгия был вопрос, у моего коллеги. Русские не все хотят войны, не все поддерживают Путина. И многие, рискуя своей жизнью и свободой, выходят на площади и протестуют. Поэтому Путин это не Россия. Путин это военный преступник, фашист и враг Украины. Путин это не Россия. Не вся Россия поддерживает Путина. Я просто... Я с вами абсолютно согласен. И давайте я еще раз повторю для ваших зрителей. Мы не воюем с русским народом. Мы воюем с Путином, его офицерами, солдатами, которых он прислал сюда. Поэтому те, кто наслышат, матери солдат, звоните вашим сыновьям, если дозвонитесь, хотя у них забрали телефоны. И объясняйте. Пусть они лучше сдаются в плен или дезертируют. Потому что если они так отсидят несколько лет в колонии, в Российской Федерации, так они здесь просто погибнут. Они своих сыновей никогда не получат. Такой вопрос. Поступает какая-то обрывочная информация по поводу переговоров. Есть какая-то информация про то, что Путин уже как будто сдает назад и предлагает признать ДНР, ЛНР, Крым в обмен на отвод войск. Есть еще информация от Христа Грозева, что по его словам российские официальные лица предложили назначить депутата Верховной Рады Юрия Бойко главой правительства Украины. Расскажите, пожалуйста, что же на этих переговорах происходит. Какие перспективы, какие новости сдает ли Путин назад? Изначально Путин хотел за три дня захватить Киев, чтобы была сдача правительства, поставить в своем аренеточное правительство, забрать для ЛНР и ЛНР столько территорий, сколько бы они хотели. И дальше Украина должна была быть что-то типа Белоруссии, только в еще худшем варианте. Весь этот план провален. На сегодняшний момент у него остались следующие требования. Из того, что слышал я. Это типа Крым признать российским, снимать санкции и Крым российский навсегда. Второе. ЛНР, ДНР признать независимыми республиками, еще и расширить их территории, административных территорий Луганской и Донецкой области. И третье. Публично, юридически закрепить отказ от НАТО. Значит, не будет этого вообще. И требования украинского народа, требования президента просты. Полное восстановление территориальной целостности Украины и Крым и Донбасс. Без этого не будет остановки сопротивления, без этого не будут сниматься жесточайшие санкции. Мало того, мы ожидаем от Запада еще больше усиления санкций, тотальная эмбарга. Вот знаете, как с Гитлером, да? Полная тотальная эмбарга. Товарная, финансовая, любое. Все. Потому что это Гитлер. Если его сейчас не остановить, он пойдет дальше, захватит Прибалтику. Он пойдет наступать на Польшу, на Молдову, на всех. Все. Он показал, что для него нету границ. Мало того, насколько я слышал, его даже ближайшее окружение в шоке. Во-первых, о том, что он готовит такое нападение. Знал очень ограниченный круг лиц, типа Шойгу, Герасима, прочих. Очень многие люди, может даже таких медведев, даже не представляли себе, что это произойдет. Они сейчас все себя чувствуют тоже заложниками. Все ваши олигархи, все в шоке, потому что они привыкли жить счастливой жизнью за миллиарды, которые они заработали, наворовали, быть в Каннах, еще там где-то и так далее. Все это для них сейчас закрыто. И поэтому и будет закрыто дальше. Мало того, мы еще будем разыскивать собственно всех ваших олигархов, и не только олигархов, а российских граждан, конфисковывать их в счет того ущерба, который нанесен Украине. Ущерб Украине нанесен сегодня на десятки, если уже не на сотню миллиардов долларов. Нам приходилось взрывать мосты, путепроводы. Они разрушают нам энергетическую инфраструктуру, инфраструктуру связи. За все это придется тоже заплатить. У меня вопрос, Канн Анатольевич. Сколько известно, вы из Харькова. Ваш родной город одна из главных целей первых дней, по крайней мере. Мы видели информацию, которая поступала, что в Харькове, Харьков, Мариуполь, регионы Украины, города, которые недалеко от границы с Россией, они стали объектом массированных и бомбардировок, и атак, и войска там российские были замечены. Как сейчас вот те регионы, те города, которые граничат с Россией? Какие там настроения, какая там сейчас ситуация с противостоянием путинской армии? Первые два дня старался Путин наносить удары по объектам военной инфраструктуры. Это правда. Они думали, что этого будет достаточно, чтобы все упали на жопу, испугались и так далее. Сегодня уже пятый или шестой день идет прямая бомбардировка Киева, Харькова, Мариуполя. Такие города под Киевом, как Бородянка, покажите это видео, оно есть не просто стерто с лица земли. Если нет, я вам пришлю. Просто с коптера сняты как просто город с населением 10 тысяч стерт с лица земли, как Сталинград. Разрушены Гастомель, Буча, Ирпень, это пригороды, как вот в Москве, там Химки и тому подобное. Просто разрушены российской армией, которая к нам пришла. Дальше. Мариуполь бомбят постоянно, не переставая. Значит, неуправляемые бомбы на жилые города. Посмотрите, я публиковал у себя в телеграм-канале захваченного пилота в Харькове, который рассказывает, мне дали координаты, я лечу над городом Харьковом, вот просто бросаю бомбы по координатам. Бомба может упасть плюс-минус 300 метров такая. Хорошо, что у вас бомбы старые, еще советские, и многие из них не взрываются. Посмотрите, у меня в телеграм-канале, когда наши спасатели достают эти бомбы на кранах огромных размеров, по полтонны. Как это можно бросать на жилые города? Где совесть? Это же фашизм. Спасибо большое. Буквально последний вопрос. Понятно, что у Путина, мы уже как проговорили, была стратегия. За три дня все завоевать. Понятно, что сейчас это не удалось. Как дальше, по-вашему, будут развиваться события? Что будет делать украинская армия? Что будет делать российская армия? Вот это вот 65-километровая колонна танков под Киевом, которая то ли увязла в грязи, то ли застряла без топлива. Что с ней будет происходить? В общем, ваш прогноз на ближайшую неделю. У нас этих колонн было, наверное, разбираем на запчасти, берем как военные трофеи и так далее. Значит, как я уже сказал, по оценкам наших экспертов, российская армия в Украине уже потеряла примерно 30% боеспособности. Я говорю про сухопутные войска с авиацией. Нам надо просто больше ПВО, чтобы окончательно *** ваших подонков-летчиков. Значит, окончательно относительно сухопутных сил. Сил сейчас у Путина не хватает окружить даже Киев. Даже не хватает сил. Значит, не хватает сил окружить Харьков, потому что даем сильно в зубы. Ставка идет на то, чтобы окружил Мариуполь, и Мариуполь сдался. Этого тоже не будет. Дальше мы наносим контрудары. Мы утюжим все эти колонны. У нас работают партизаны. Обрывают цепочки логистики. Вот то все, как есть во время, так сказать, Великой Отечественной войны. Смоленские, брянские партизаны выходят *** цистерны с топливом, так сказать, машины грузовые и так далее, так далее. Берут себе все это в трофей. И все это будет продолжаться и продолжаться и продолжаться. Никакой сдачи не будет. Никакого коллаборационизма не будет. Потому что мы все видели слезы матерей, слезы детей. Все. Воевать – это война народная. Это уже не война государства с государством. Это народная война. У нас на связи был Антон Герасченко, украинский политик. Спасибо вам большое, что вышли к нам в прямой эфир. Я готов выходить. Рады, рады давать площадку всем. Спасибо большое. Спасибо.